Краснополянские школьники знают поименно каждого воина, не вернувшегося с фронта. Их имена в граните. Сюда, к памятнику защитника Отечества, который установлен на школьном дворе, дети 9 мая возлагали корзины цветов. Сейчас в Красной Поляне осталось 56 человек, свидетелей тех страшных событий. Среди них 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Андрей Александрович Вагин подростком был в составе полка и защищал горы Кавказа. Наша дивизия располагалась от Умпыря и до Белореченского перевала. Приказ главнокомандующего был 247-й. Ни шагу назад, ни шагу. Такого, собственно, не должно быть абсолютно. Так что этот приказ подействовал на все наши войска, которые охраняли на перевале. И поэтому немцев не пропустили. Там бои были абсолютно жестокие очень. И тяжело было. О жизни не думали, рассказывает ветеран. Мечтали о победе, до которой казалось не дойти. Но дошли. Победили в 45-м фашизм. И с тех пор 9 мая считают самым главным праздником страны. А дети 21-го века с благодарностью вспоминают о подвигах советских воинов. Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну. От Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну. Он защищал жену свою и сына. Поздравляли ветеранов и нынешние защитники родины – сочинские пограничники. Они и развернули на территории школы полевую кухню. Каждый мог отведать гречневую кашу с тушенкой. Тех ветеранов, которые прикованы к пастиле, посетили с подарками на дому. Со вчерашнего дня их поздравляют все. И силовые структуры, пограничники. Я очень рад, что откликнулась горная карусель, которая также развезла каждому по подарку. А самым впечатляющим подарком стала экскурсия на олимпийские объекты. Ветеранам показали, как преобразилась Красная Поляна, какие построены новые гостиничные комплексы. И все это из кабины вертолета. Сочинская авиагруппа сделала несколько кругов, чтобы все желающие смогли увидеть новый красивый курорт. Хотя мы живем в Красной Поляне, но мы уже возраст такой. Но нам так все понравилось, когда мы видели, мы думали, это нам кажется, а потом это самое смотрим. Да нет, это не кажется, это на самом деле. Но кто же это мог придумать? Те, которые не полетели на вертолете, в это время на центральной площади горно-климатического курорта «Горкий город» наслаждались выступлениями юных артистов. Для ветеранов были накрыты праздничные столы с приветственным словом, и пожеланиями здоровья выступили организаторы праздничной встречи. Или на все цена Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.